ну вот мы с вами приступаем к вязанию спинки я набрала ширину моей спинки в моей ситуации это 71 петля с каждой стороны и сейчас мы с вами будем вязать спинку мы начнем с подгиба и сейчас мы с вами будем вязать 40 рядов то есть по 20 рядов я провязала 40 рядов я переставляю счетчик теперь назад на 20 по стоку поскольку у нас только половиночка подгиба считается и навешиваю мой подгиб ну вот я навесила все мои петельки и теперь я сделаю обрез потому что я его сделала напереди чтобы было одинаково ну и вообще красивее ставлю его и буду вязать дальше прямо пока у меня на счетчике не будет 172 ряда ну вот я провязала мои 172 ряда и теперь я наверное остановлюсь еще раз покажу как я вяжу регланную линию я не пересматривала видео переда я не знаю насколько это все там хорошо получилось на всякий случай в общем покажу теперь я снимаю с каждой стороны 6 петель на спицу для этого я вооружилась двумя тонкими спицами для упрощения процесса нужны спицы с относительно длинной леской ну так не супер длинный но достаточно длинный чтобы ее хватило на всю линию реглана 6 петель снята и теперь я начну вывязывать регланную линию я перейду на цветную ниточку то есть сзади тогда это будет как кокетка и переходящая в капюшон и теперь я начинаю вывязывать мою регланную линию выводя в каждом ряду получается в каждом втором ряду для каждой стороны по одной петле в переднее нерабочее положение и поставив мою каретку в положение частичного вязания у каждой машинки свои установки на частичное вязание у меня это вот этот вот рычажок так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, я провязала все мои необходимые мне ряды частичного вязания, то есть моя регланная линия закончена. Теперь я провяжу два ряда сглаживающих и сниму мою регланную линию. Я сейчас выведу на всякий случай петельки вперед, чтобы они не попадали. И сниму мою регланную линию со стороны противоположной от камеры на спицу. При этом я буду обязательно, я обязательно сейчас посчитаю петли, чтобы у меня все получилось правильно. Я провязываю еще один ряд, чтобы у меня было два ряда провязано. Я убрала уже частичное вязание на своей тарелке. Все. И теперь я беру спицу и снимаю необходимые петли. Когда я снимаю петли частичным вязанием, я стараюсь все-таки максимально их выводить вперед. Потому что уронить петельку довольно легко. Теперь такой важный момент. Надо обязательно пересчитать петельки, которые у вас висят на спице, чтобы убедиться, что нигде не ошиблись, нигде не просчитались. Потому что именно для этой модели очень важно, чтобы у вас было одинаковое количество петель, иначе потом у вас с рукавами будут проблемы. Все, я посчитала петельки, все у нас с вами одинаково. То есть теперь вы помните, что мы с вами вязали, когда мы вязали перед, мы с вами вязали кусочек переда, к которому будем потом подтачивать рукав. И мы даже с вами поставили ниточку, где этот кусочек у нас заканчивается. Вот он наш с вами перед. И вот этот вот кусочек, куда будет подделываться рукав. То есть это фактически линия нашей горловины, или как ее назвать. То есть это, ну это такой своеобразный реглан, такой заниженный. Все, мы теперь с вами, значит, провязываем 24 ряда. Я могу сразу же обнулить, чтобы мне случайно не забыть. Я провязала нашу вот эту вот часть, к которой будет потом присоединяться наш рукав. И теперь мы начинаем вязать капюшон. Мы будем вязать капюшон, и в процессе вязания будем подсоединять этот капюшон к нашему капюшону переда. То есть нам фактически даже не надо считать ряды. У нас все должно получиться автоматически. Значит, единственное, что надо, конечно, посмотреть, чтобы случайно не перекрутить всю эту конструкцию. И не подсоединить этот капюшон к какой-нибудь странной восьмеркой. Тогда придется потом все это дело перевязывать. У меня, кстати, как-то раз такое было. Вязала во много этих самых присестов, все времени не было. И в какой-то момент села быстренько, думаю, сейчас подсоединю, ну и подсоединила. Потом пришлось все распускать. Значит так, я нахожу мою вот эту вот пометочку. Которую у меня помечено, начало моего капюшона. Складываю лицо с лицом. В данной ситуации у меня это вот так вот. И начинаю подвешивать петельки. То есть я нахожу вот здесь вот, где вот у меня моя ниточка, меточка. Я нахожу ближайшую протяжечку. И вешаю ее на крайнюю петельку. И то же самое делаю с другой стороны. Смотря внимательно, чтобы мой капюшон никаким странным образом не перекрутился. Нет, вроде нет, все нормально. И то же самое. Если вы берете все время с внутренней стороны, то берите с внутренней стороны. Если берете ниточку с наружной стороны, то берите с наружной. И значит я теперь капюшон, нутро капюшона я поставлю на большую плотность. Потому что ничего страшного, если нутро капюшона будет у нас более рыхлое. У меня основное полотно, вязанное на семерке, я поставила сейчас плотность на десятку. Ну, вы сами понимаете, что я просто подсоединяю обычным навешиванием. Но, в принципе, можно подсоединять как угодно. Можно сшивать, можно всякими разными косичками, айкордами и так далее. То есть тут уже вашей фантазии нет предела. У меня на канале есть довольно много уже видео собралось про вертикальное соединение полотен. Там всякие разные способы есть. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну, вот и все. Мы довязали вот эту прямую часть. То есть теперь все уже, наверное, все поняли. То есть теперь у нас есть вот эта вот часть, где мы с вами делали частичное вязание. И теперь мы с вами начнем перевешивать петельки одну за другой со спицы на крайнюю иголочку. И будем продолжать в том же духе. То есть мы берем с вами по одной петельке и навешиваем ее на иголочку. И то же самое проделываем с противоположной стороны. Ну, вот я продолжаю вязание. По причине отсутствия времени вяжу кусками, но ничего. Ну, вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, я провязала все мои рядочки, то есть мое донышко капюшона готово. Раньше у меня было, когда я вязала, заканчивала вот так вот, и еще иногда бывало, когда я провязывала несколько рядов частичным вязанием, чтобы сделать вот такое закругление. Но, вы знаете, честно говоря, я не вижу большой разницы, поэтому сейчас я не буду вязать ничего частичным вязанием. То есть теперь есть две возможности. Возможность первая закрыть вот эти вот петли, связать вот этот вот ободочек, вот эту планочку, которая будет на капюшон, и пришить. Или можно снять их петли на спицу и навесить в процессе вязания. Наверное, что мы с вами сейчас и сделаем. Вот у меня средняя петля. И я сейчас подвешу на нее маркер, чтобы не ошибиться, где она. И сниму все это дело на спицу. Ну вот, я навесила все мои петельки. И теперь я буду вязать, и каждый второй ряд я буду навешивать две петельки моего капюшона. Потому что я хочу, чтобы у меня капюшон здесь как бы немножечко присобрался, потому что мне здесь совершенно не нужно широкий капюшон. И теперь я буду навешивать две петельки. У меня здесь немножечко получилось такая вот как бы... Ну, за счет того, что я тут распускала и переходила, у меня получилось тут немного... Так, так... И опять навешиваю две. И опять... Ну вот, я провязала нашу половиночку. Теперь я скину вот эти вот петельки, которые надо будет поднять, потому что их можно будет сразу сейчас и поднять. И здесь не очень много поднимать. Поэтому, наверное, быстрее сейчас сразу поднять и навесить. И теперь я скину вот эти вот петельки. Я скину мои петельки на спицу. И теперь мы с вами проделаем ровно то же самое, только с противоположной стороной. То есть мы сейчас с вами навесим петельки противоположной стороны. Ну, все. Поехали вязать. Раз, два. И начинаем подвешивать петельки. Ну, все. Я провязала мою планочку. То есть теперь я подниму вот эти петельки, которые надо было сбросить, чтобы мне уже потом к ним не возвращаться. Музыка. Продолжение следует... Ну вот все, петельки подняты, теперь я навешу вот эту половиночку на эту и закрою петельки вместе. Все, петельки навешаны и теперь мы их с вами закроем. Ну вот смотрите, вот получается вот у нас с вами такой капюшон. Ну конечно пока еще все это показывать, пока все это дело вот висит на машине, как бы еще вот не сшитая, не отпаренная и так далее. Но идея, наверное, понятна. То есть вот он наш с вами капюшон, то есть вот эта часть его подогнется и будет образовывать такую вот планочку. Вот такую вот. И вот получится и соединение передней и задней части нашего капюшона вот такое вот. То есть такое вполне-вполне-вполне приличное, на мой взгляд. И нутро капюшона у нас с вами будет вот такое вот полосатенькое. И планочка капюшона, она пойдет вот сюда вот и прихватится вот таким вот образом.